Итоги 2016 года для регионального подразделения ветеринарной службы России подвели сегодня на пресс-конференции в Интерфаксе. На вопросы журналистов отвечал главный ветеринарный врач области Алексей Хмыров. Каковы основные показатели работы и в чем приоритеты на будущее, расскажем в сюжете. Эпизоотическая ситуация в регионе непростая, но управление ветеринарией держит ситуацию под контролем. Это утверждение лейтмотивом звучало на пресс-конференции главного ветеринарного врача Белгородской области Алексея Хмырова. Несмотря на то, что в соседних регионах, например, в Воронежской области, зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней и птичьего гриппа, местной ветеринарной службе пока удается не допустить их проникновения на территорию Белгородской области. За минувший год было проверено и обработано около 90 тысяч транспортных средств. На территории области, на границе с Южным федеральным округом и Курской областью, работают шесть ветеринарно-полицейских постов. Круглосуточных, постоянно действующих. То есть весь транспорт, который проходит через границу Белгородской области, он осматривается, он дезинфицируется, если есть необходимость, задерживается и возвращается за пределы Белгородской области. Птичий грипп – заболевание, опасное не только своими социально-экономическими последствиями. От этой разновидности вируса страдают и люди. На птицеводческих предприятиях действуют системы биологической безопасности, но в случае вспышки будет провакцинировано все поголовье в регионе. Есть запас у нас вакцины. Вдруг, если вспышка где-то, не дай бог, произойдет, то мы готовы будем применять эту вакцину. Что касается частных подворий, главное – вовремя сообщить ветеринарную службу о проблеме. В личных подсобных хозяйствах в настоящее время содержится почти 2 миллиона птиц. Для профилактики птичьего гриппа и других заболеваний специалисты управления делают подворовые обходы, рассказывают населению о мерах безопасности. Мы рекомендуем перевести птицу в закрытый режим. Второе – это корма. Корма должны пройти термическую обработку. Все корма, которые не куплены, имеют максимальную возможность заноса грибковых заболеваний. Это у нас микозы, микотоксикозы, от которых птица погибает очень быстро. И плюс к этому могут занести инфекцию такую, как птичий грипп. И третье – это не допускать посещения посторонних людей. Отдельно затронули вопрос бешенства. Белгородская область – одна из неблагополучных по этому заболеванию. Источниками инфекции являются дикие и бездомные животные. В 2016-м было выявлено 112 случаев, в том числе 30 у кошек и 40 у собак. Четыре факта бешенства животных зарегистрированы в Белгороде. Для того, чтобы предотвратить болезнь, достаточно привить всех домашних питомцев, в том числе и тех, кто не выходит на улицу. Бесплатно сделать вакцинацию можно каждую пятницу во всех подразделениях Госфедслужбы региона. Это очень опасное заболевание, которое не лечится ни у человека, ни у животных. Поэтому мы рекомендуем профилактировать таким способом. Оно делается пожизненно, но ежегодно. Говорили на пресс-конференции о новой инфекции – на дулярном дерматите. Ей подвержен крупный и мелкий скот, а также лошади. Пришедшая к нам из стран Ближнего Востока, зараза проявила себя сначала на Кавказе, а теперь дошла и до Черноземья. Смертность среди зараженных животных достигает 70%. Опасность представляет и их молоко. В регионе общей сложности около 60 тысяч голов КРС. Из них порядка 20 тысяч в личных подсобных хозяйствах. Вакцину от этого грозного заболевания планируют приобрести за счет бюджетов – федерального и областного. Для этого необходимо около 60 миллионов рублей. Ксения Голуб, Сергей Трачев. К этому часу Белгород.